Италия, Испания, Америка не на карте, а в звуках музыки. И где? В одном зале в Доме культуры Джигинка. Но доследуя мудрые поговорки, лучше один раз послушать эти коллективы, чем сто раз о них услышать. Два плюс два дуэт в две гитары и два Николая Клеменковых. Отец и сын играют Гершвина. Всемирно известная композиция, ставшая классикой Summertime, гимн лета. Николай Клеменков-младший занимается музыкой 9 месяцев. Учится дома и в музыкальной школе у одного преподавателя, у папы. С августа играю на гитаре. Потом открылась школа акустической гитары. У Александра Резниченко отношения с нотной грамотой сложились. Не сразу учился играть на фортепиано. Услышал Николая Клеменкова-старшего и влюбился в музыку. До этого я занимался 7 лет. Закончил 12 лет музыкальной школы и сказал, что больше никогда в нее не вернусь. Навсегда забыть о музыке. Сдержать обещания не получилось. Елисей Шитов тоже пришел в музыкальную школу осознанно. Дома скучно было. Решил пойти играть на гитару. Отучился 5 лет на акустической гитаре. Пошел на электрогитару. Какая? Электрогитара лучше. Ну, звук лучше. Идеальному звуку, как драгоценному камню, нужна достойная права. Помещение. Профессиональные музыканты называют зал Дома культуры в Джигинке лучшим в Анапском районе. Здание старое. Дело в том, что это же немецкая колония, которая имеет свою богатую историю. И это больше кирха. Здание старой церкви будто очнулось от долгого сна по звуке вечно молодого джаза. Зрители на местах отбивали ритм в такт музыкантам. Концерт, конечно, классный. Вообще, вы знаете, наверное, 2013 год для нашего клуба стал счастливым, потому что пришли на работу новые интересные люди. С ними работать просто здорово. Я надеюсь, что этот фестиваль, ну, первая ласточка, наверное, наша. Надеюсь, не последняя. Получилось здорово. Очень жаль, что не все односельчения откликнулись на наше приглашение. Но будем надеяться, что в следующий раз все 4 тысячи жителей Джигинки будут обязательно на нашем фестивале «Живой звук». По-моему, получилось здорово. Такой концерт – большая редкость. Музыканты выступали в полупустом зале, хотя для них истинных оптимистов зал оказался наполовину полон. Мы работаем от себя, может быть, во внутрь себя. Это наши энергетики. Мы в залы отдаем. Главное, чтобы нам нравилось все, что мы делаем. А если нам нравится, мы понравятся зрителям. Ну, мы любим наш джин, безусловно. Это народная вокально-инструментальная группа, и они здорово делают то, что делают, с огромной любовью. Конечно, классно. Ну, и новые ребята «Виджис», Николай Клеменков со своим сыном, Николай старший, Николай младший. По-моему, здорово. В финале концерта солист группы «Бриджис» Антон Подпоренко зажег сердца от сердца, будто выстроил мост со сцены к зрителям. Наталья Пухальская, Андрей Стародубцев, Вадим Родин. Анапа. Регион.